Риски и угрозы цифрового мира. Такое название носила лекция для студентов ульяновских вузов. Она прошла не в учебной аудитории, а в точке кипения. Площадку можно назвать местом притяжения уже состоявшихся и будущих IT-специалистов. Лекторами же выступили представители крупнейших отечественных компаний. Как только вот этот порог поднимут выше стоимости сломан, то мы тут же увидим массовый балл. Фамилия лектора Натальи Касперской знакома, пожалуй, всем, кто маломальски общался с компьютером. Но диалог с будущими коллегами опытные IT-специалисты построили не только вокруг компьютерной безопасности. Речь шла и о современных реалиях, в том числе возможных санкциях. Сейчас довольно много прикладного, но это вот то, что мы видим с авторанковой, что мы видим с вами иконки на рабочем столе. Ряд из этих программных продуктов был бесплатен, соответственно, они могли не иметь российских аналогов, потому что это коммерческая история, это невыгодно было. Часть продуктов были базовыми для каких-то программных решений. И здесь определенная работа нам еще предстоит, безусловно. При этом, по словам экспертов, отечественный IT-рынок вполне самодостаточен и постепенно сможет заменить программы иностранного производства. Не последнее место занимают и компании, базирующиеся в Ульяновске. Некоторые направления в России являются передовыми и для всего мира. И мы имеем всегда план «Б» и частично переориентируем свое направление на Россию, страны бывшего СССР, на РУНЭТ. Здесь есть высокий спрос, особенно в сфере электронной коммерции, где мы специализируемся. Строим новые связи, находим новых клиентов, новые проекты. И перспективы мы видим хорошие. О перспективах говорят и в стенах региональной администрации. С поправкой, что меры поддержки нужны обязательно. На оригинальном уровне мы должны очень быстро включиться в эту работу, контролировать исполнение антисанкционных мер, разработать пакет местных мер поддержки, а также использовать весь накопленный потенциал. Стажа «Лектор Касперская» вновь говорит и о защите информации, и о перспективах отечественной IT-отрасли. Прогноз вполне оптимистичный. Сейчас мы оказались в ситуации, когда нам надо импортозамещаться резко, срочно и обязательно. И это на самом деле хороший путь в том смысле, что он не дает возможности каких-то пересмотров или отскоков. У нас с точки зрения программного обеспечения, я совершенно авторитетно могу заявить, практически все классы программного обеспечения присутствуют в стране. И снова разговор не только о стране в целом, но и об Ульяновском регионе как одном из центров концентрации предприятий IT-сферы. Поддержку обещают и на федеральном уровне. Депутат Госдумы Владимир Кононов заявляет, что готов к контакту как с исполнительной властью, так и с самими программистами. Речь о льготах, стимулировании предприятий и отдельных специалистов за успешную работу. Задача нашего комитета, Государственной думы, задача министерств превратить это в жизнь, чтобы все эти меры, льготного кондитования, ставок и всех других вещей были реализованы. Ульяновская область является сильным регионом с точки зрения развития IT-технологий. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск.